Алло, да. Звонил. Да, здорово. Здорово, кто это? Тобой Беслан с тобой обдували. Ты дома или на работе? Кто это? Беслан с тобой, как обдували. В Чечении. И кто это? Я не помню. Ты дома сейчас или на работе? Дома или на работе. Где нахуй сейчас нашли? А какая разница? Какая разница? Люди, твои машины, за тобой наблюдают. Буквально 200 метров от твоего дома находятся. Дорогу тебе на данный момент прикрывает места. Решил тебе набрать на добрые лёты. Недавно во времени ты девочкам звонил по сайту, хотел заказать. Помнишь этот момент? Чего? Девочкам, ты говорю, звонил по сайту, хотел заказать. Помнишь, что такое момент? Ну и что дальше? Ты когда звонил, описание на сайте внимательно читал? Внимательно. Внимательно. Ты зашел на сайте, было указано, уважаемые посетители, не звоните. Обновление базы ВГД. Ты мне на работе времени принципиально позвонил или не заметил на отпуск? В смысле? Я не пойму. В смысле не пойму? Я тебе звонил в облаке твоей жизни, видя твою фотографию. Не стал заднего кармана с его почку вырывать, и так же твой семейный очаг тревожить. А что ты сказал? Решил тебе набрать на добрые ноты. Три машины? Еще раз повторяю. Три машины в пятиметрах от моего дома стоят? Да. Что это значит? Что это значит? Я к тебе в хату зайти по беспределу, или вопрос по телефону, или что? Я не в хате нахожусь, а в офисе. Ты в офисе находишься? В офисе нахожусь. Ну вот. Ну, в хату зайти, семейный очаг твой затревожить, тебя дождаться? Для чего? Или по телефону вопрос не шел. Какой вопрос? Ты что загадками общаешься? Я не знаю, звонил. Проституткам ты звонил по сайту? Ну? Звонил. Было на сайте указано «Уважаемые посетители, не звонить. Обновление базовых данных». Напись ты читал? Там не было такой напись. Там было указано в красном фоне черными буквами. Более 100 вопросов в виде было, никто не звонил. Люди посещали сайт. Ты единственное позвонил своим звонком, приостановил мой красновый аппарат. На данный момент твоего номера в системе выдает 3 ошибки ЕП-404, которые блокируют красновый аппарат. Система стоит при блокировке. Это стоит 2,5 ляма. Вопрос. В общем, по телефону удаляешь свои ошибки и живешь спокойно. или за систему ответишь. Так я и сейчас спокойно живу. Не пойму, какие ошибки ЕП-404, что это за... Не заблокировал красновый аппарат, еще раз говорю, который стоит 2,5 ляма. Сейчас у меня система своего номера в режиме в ожидании. Ты должен удалить свои ошибки, которые ты звонком своим установил. Удаляю ошибки. Ты мне звонишь в мое разрешение? Ты их должен удалить. Ты их должен удалить. Ну давай, скидывай ссылочку на сайт, удалю. Я сейчас тебе отправляю реквизиты салона, ты ошибки свои удаляешь, путем платежом. Сейчас отправляю тебе реквизиты салона, по этим реквизитам делаешь временный платеж на сумму 25,600. Твоим платежом обновляю счета, удаляю ошибки, 10 минут и остаюсь при своих деньгах. Мы с тобой расходимся, как море корабля. И в другой раз в пустоту по моим салонам не шерстать. Слышал меня? Нет. Чего ты говоришь? Я тебе отправляю реквизиты салона. Как? Алло. Говорите, сейчас я тебе отправляю реквизиты салона. Как? Алло. Слышите. Да. Отправляете реквизиты салона, код ошибки. По этим реквизитам делаешь временный платеж на сумму 25,600. Твоим платежом возобновляю счета, удаляю ошибки. Я не пойму, за что я должен 10 минут ты получаешь свои средства обратно. За что я должен платить-то? Я не пойму. Я удаляю не ошибок, родной. Не оплачиваешь и отплатёшь, не удаляешь свои ошибки. Кораном тебе клянусь Всевышним Аллахом? Система заблокируется, ответишь в крайне. В смысле Кораном клянусь? Что это такое? Я не знаю. Я мусульманинка. Аллахом тебе клянусь, система заблокируется, ответишь в крайне. Меня зовут Беслан. Я Абдулаев, чеченец. Беслан Абдулаев. Звоните здесь в городе Грозово. Аль-Хамду-ли-ля. Правильно сказал? Правильно сказал. Ну всё, в цвет. А почему ты сам не можешь это оплатить? Потому что с тебя должен поступить платёж. А откуда ты узнаешь, что платёж от меня поступил? Я не пойму. Это же просто был... откуда я узнаю. У меня система покажет. Потому что я отправляю твою запись, отправляю твой номер телефона. С тебя поступает платёж. То есть я должен скинуть 25500, не знаю куда? 25600 на удаление ошибок. Не знаешь куда, Радой? Повторяю, через последний раз. Сейчас подъезжают люди к тебе по адресу. Дождутся тебя. Так они уже у моего адреса, ты сказал. Они уже у твоего адреса. Они к тебе в хату зайдут. Так они подъедут и зайдут. Дождутся тебя? В течение просто ответили. Я сейчас в офисе нахожу. Я сейчас в офисе нахожу. Ты не звонишь. Ну надо будет тебе в офисе, Радой зайдут. Я еще раз тебе говорю. Вопрос регулируем. По телефону с тобой или как? Напомни, как тебя зовут? Меня Беслан зовут. Беслан, ты определись, пожалуйста, люди подъехали к моему адресу или подъедут. Я в офисе нахожусь тебе, Тебя в дом зайдут? Я не пойму просто к чему этот весь цирк, чтобы кто-то какие-то люди подъехали к мне. Вот я дома кто есть? Дома у тебя кто спрашивает? Не важно, кто у меня дома. Не важно. Но сейчас зайдут видимо, и я узнаю, кто у тебя дома. Для чего это нужно, я не пойму. Сейчас ты узнаешь. Если я тебе побожмусь, пострадаешь не только ты, но и семейный человек твой. Кто у тебя дома? Из-за чего? Из-за звонка проститутки? Из-за звонка проститутки? Из-за звонка о том, что ты не заблокировал систему, которая стоит 2,5 миллиарда, с которой выделяю в детский дом лагеря. В смысле? В прямом. Сейчас люди узнают, что ты систему заблокировал, с чем я шкуру сотруд. А при чем тут детский лагерь? Сколько у меня? Я не стал с тобой пределить, я решил набрать на добрые ноты. Ты сейчас просто только начинаешь поебываться. Я не выебываюсь, я хочу узнать, за что ты хочешь, чтобы я заплатил тебе деньги. Мне твои деньги не нужны, я тебе еще раз говорю. Ты оплатил, оплатил, кастил в аппарате. На удаление ошибок. Ты делаешь временный платеж, если не говорю навсегда. Проплачиваешь, оплатив систему буквально на 10-15 минут. Твоим платежом счета возобновляются, ошибки удаляются, они автоматически возвращаются туда, откуда же поступали. Ну так, а в чем проблема, чтобы ты сам оплатил эту сумму и все? Проблема в том, что ты должен заплатить, а не я. Так у тебя же сломалась касса, а не у меня. У меня? А сломалась я же твоего звонка. из-за этого звонка ты за все ответишь. Услышал? Ну, я тоже... Короче, смотри, сейчас отправляю тебе реквизиты, 10 минут времени у тебя. Мне поступает платеж, люди заходят в хату. Ну, у меня сейчас на карте денег нету. Сейчас на карте денег нету? Сейчас на карте денег нету. До банкомата через сколько дойдешь или доедешь? Ну, я сейчас в офисе нахожусь, а выйти смогу ближе к пяти часам только. Сколько сейчас времени? На часы взгляни, увидишь, сколько времени. У тебя, спрашиваю, времени сколько? Я тебе отвечаю. Посмотри на часы и посчитай, до пяти часов сколько останется? До пяти часов сколько останется? Ну, если я в пять часов выхожу с работы. Хорошо. У тебя максимум 20 минут времени. Так через 20 минут не пять часов будет. Еще четырех дождем. А не знаю, что. Я знаю, что не 20 минут будет. Я тебе даю секундомер. Скажу тебе так. 20 минут минут. Так я в офисе сижу. Куда я тебе сейчас выйду? Да мне без разницы, где ты сидишь. В офисе сижу. Я еще раз говорю, мне без разницы, где ты сидишь. А я в офисе сижу, я не могу выйти. Жене тогда своей звони. Пусть тебе на карту сидит, а ты сюда переводи. Ну, сейчас попробую, она просто в институте. Все, давай, сейчас реквизиты откладу. Давай, бегом. Алло. Алло. Реквизит получил? Нет, куда-то отправил. Я тебе уже сообщение отправил. В WhatsApp ничего нету. В SMS сообщение отправил. Ну, вот я WhatsApp открываю, там пусто. Диалог только женой. Алло. Ты в WhatsApp отправишь? А ты где отправил? Я тебе сообщение отправил. А, ну, не знаю, сообщение ничего нету. Ну, скинь в WhatsApp. Подожди. Сейчас посмотри. Вот WhatsApp сейчас пришло. Пришло. Ты на койку шоу проживаешь? А ты откуда знаешь? На койку шоу, ты спрашиваешь, проживаешь? А ты откуда знаешь? Я еще раз тебе говорю. Я еще раз тебе отвечаю. У меня, родной, про тебя все есть. Вот ада я, я тебе так скажу. Как? И свои лишние вопросы можешь не задавать. Лишние вопросы задаешь ты. Неважно, где я живу. Услышал меня? Неважно, где ты живешь. Я тебя услышал. Реквизиты ты получил. У тебя 20 минут времени. А ты на койку шоу живешь? А я на койку шоу живу. Ты на койку шоу живешь? Я 20 минут времени. Понял меня? Ты живешь на койку шоу или где? Я в Грозном живу. Ну так, а что ты мне тупые вопросы задаешь? Где я живу? Ну, сейчас слушай. 20 минут времени. Мне поступает платеж, я начну честность. Ну, я сейчас жене напишу, она тебя отправит. Я тебе в WhatsApp отпишусь. Только где гарантия, что ты мне эти 15 тысяч вернешь назад? Я у тебя не 15 лет, а 25-6 лет. Я мусульманин, я сам честенец. Клянусь тебе Аллахом, железного рубля с тебя не пропадет. Отправляешь оплату и скидываешь мне чек. Ты мне на вопрос ответь, где гарантия, что ты вернешь эти деньги? А я тебе побожился, то, что я с тебя железного рубля не возьму. Я не звоню тебе, с тебя деньги вымогать. А для чего ты звонишь? А я еще раз тебе говорю, с тебя в мой кассовый аппарат поступает платеж максимум на 15 минут. Вернуться туда, откуда поступали. Гарантия какая? Я так и не услышал. Гарантия? А я тебе лишний дальше ничего не хочу задавать. Если ты не хочешь проплатить, можешь не оплачивать. Но запомни, отвечай за все-то все. За что? Короче, Вороке Ворик, вглубляться не надо. Сидевизиты у тебя есть. Оплатишь оплату, скинешь мне чек, так же в WhatsApp. Оплатишь, оплатишь? Продведешь платеж, в WhatsApp мне чек отправишь. Я сейчас с женой свяжусь, тебе напишу, что я говорю. Давай. Алло. 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 Она написала, что банк приостановил операцию, требует подтверждения. Она пишет. Пусть позволит в 900, пусть подтвердит платеж и все. Как она позвонит? В 900, просто 900 играет и подтверждает платеж. Так она у меня глухонемая вообще-то. Да там ничего, ничего такого не надо. Просто звонит в 900 и говорит то, что подтверждает платеж. Она у меня не разговаривает, она глухонемая. Она только писать может. Как она тебе в банк позвонит? Пусть тебе переведет, а ты мне перекинешь. Как она в банк позвонит? Ты издеваешься или что? Я тебя понял. Пусть она тебе перекинет на карту, а ты мне перекинешь. Давай, сейчас напишу ей. Алло. Алло. Да. Да, у нее Сбербанк Лайм приостановлен или как? Но она не может зайти в приложение из-за того, что пыталась повезти на твою карту. Ее банк заблокировал или в личный кабинет зайти не может? Она не знает, она не разбирается. Вот она прислала мне фото, то, что... Подождите, подождите. Ну, смотри. Сбербанк онлайн, время. Алло. Сбербанк, пусть попробует пойти через пять оттенок. Короче, давай я из офиса выйду в пять часов, сам уже положу себе на карту и переведу. Подожди. Алло. Алло. В общем, смотри. Либо через пятнадцать минут пусть повторно переведет в банк, пусть тебе делает перевод, либо пусть снимает наличными и пусть тебе на карту... Она в институте сейчас сидит на учебе. Ей сейчас не до этого. Там тоже не... До этого у нас тоже система не работает. Мы же тоже не хотим подвигать. Девочки, радуй. Ты иди там до балкомата, пополюшь свою карту, произведи по... Кто там на заднем плане что-то там... Я как-то, я не пойму. На заднем плане, это товарищ моя, моя правая рука. Система работает. Твоя правая рука? Нет. Ну, так о чем? Если хочешь пообщаться, дай ему эту трубочку. Да. Ты пообщаться хочешь или... Я не хочу просто... Если я с тобой веду диалог, я не хочу, чтобы какие-то собаки на заднем плане лаяли. Смотри, в общем. Сейчас идем до банкната, пополняешь свою карту и сам делаешь перевод. Ты не угадал. Я в пять часов выхожу из офиса и только после пяти... Это понятно, что в пять часов ты выходишь в офисе. Подожди, я тебе перезвоню. Тебе час времени осталось работать. Что? Тебе, я говорю, час времени осталось работать. А что, ты считать научился все-таки, да? Я же сказал, в пять часов я возил. Пять часов. Пять часов, короче, выходишь, до банкомата быстро доезжаешь, пополняешь карту, переводишь и пишешь мне в WhatsApp. Да ты что, серьезно? Ты что, детки игры, что ли, со мной поиграть? Нет, я тебе просто об этом еще полчаса назад сказал, зачем-то мне то же самое говоришь. Это может быть ассистема у меня в режим ожидания стоят. Нет, я тебя понимаю. Я хотел, чтобы нормально решать. Я просто, я люблю вести диалог с недебилами. Не будь дебилом, пожалуйста, ладно? Если я тебе сказал, в пять часов выйду, в пять часов проходишь, звонишь мне. Дорогие напишешь. Я как из офиса вышу, выйду, тебе напишу. Давай. Ожидай. Жду. Давай, жди, пас. Алло. 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 Да, да, слушай. я пока еще вот сейчас мы лучше немного сидим я через части где-то выйду задорожный игорь владимирович близки до передал телефон передал ситуацию обещал звонил там делал ошибки заблокировал 3 кассовых блока по 26 какой близкий беслан беслан с тобой общался слушай он тебе объяснял ситуацию вопрос почему не решили подожди ко мне кто-то пришел сейчас я перезвоню через пять минут что я сказал чтобы к нему зашли нахуй сказал алло да мне доставка приезжал я еду заказывал самокате очень удобное приложение чтобы с дома не выходить пять минут заказал продукты на сайте было указано что ревизия московских обновлений системы чтобы не звонить не беспокоить девочек в случае обращения системы уходит в аварийный режим и позвонил система пошла в аварийный режим эта система это лагерь кухни еще при компании уделяются лагерям и детские дома уходит бутырка под москву черный лебедь уходит белый черный фильм восьмилет калимбург уходит новосибирск только через сайта через серёгу хирурга уходит ты меня слышишь на тебе люди зубы точат вопрос будем решать тихо мира по телефону либо мои люди сейчас зайдут испортить тебя пик если мои люди зайду тогда ты будешь будешь наказан на очень крупную сумму меня система один блок пять миллионов стоит у меня три блока не работают это у нас 5 миллионов сейчас кинул ты чё дырочок что нет подождись слушаю что тебе человек объяснял что надо оплатить за три тациона блока двадцать пять шестьсот оплату делаешь система открывается тебе возврат делается мы с тобой расходимся так мы с тобой не сходили чтобы расходиться мы с тобой не сходили ты со ну так мы так уверен общаешься о тебе чудом Омежовича Baseball retbox омаркеты услышали я знаю где твои родственники находят скотчей знают приготовить ключевое хватит бренские знаю и находит давай ты с Taking to Ma тут шлиятель RFOW Ved alievo тебе сердце вырежут, не я услышал. Че, твои люди черти? Мои люди, блядь, я зайду, тебе сердце вырежут, я тебе говорю. Твои люди бляди? Ты о чем, я не понимаю. Мои люди бляди? Ну ты мне сейчас говоришь, ты мне сейчас сказал, мои люди бляди. Я твою... Сейчас мои люди зайдут, смотри, что тебе ходят. Ты нормально можешь общаться? Ты пожалеешь, что тебя твоя мама на свет родила, ты меня слышишь? Ты нормально можешь общаться, спокойно. Нормально, спокойно, смотри, сейчас я тебе говорю. Ты со мной вопрос не хочешь решить? Видит, что с тобой сейчас произойдет? Ты меня слышишь? Я тебя буду на пельмени резать, ты меня понял, Вене? Я-то тебя понял, но ты лишнего не позволяй в своем блядском языке, ладно? Лишнего, а ты как позволяешь? Я говорю, мои люди, ты говоришь, твои... Ты нормально так разговариваешь? Бандон, блядь. Я про твою мать хоть слово сказал, ты дебил, блядь. Бандон, блядь, блядь, блядь. Ты меня понял, урыб, блядь, блядь. Сейчас пять минут, жди тогда, смотри, что тебе будет. Что будет? Сосать ты будешь у меня? Алло. Алло. Ну вот, тебя Баха зовут, ты сказал? Меня Баха зовут. Ну погромче говори, я тебя не слышал, алло. Баха, Баха меня зовут. Ну вот, послушай мне внимательно, только не перебивай, ладно? Предлагай. Мы же оба знаем, что ты пиздобол. И твой предыдущий человек, который мне звонил, тоже пиздобол. Вы хотели меня наебать, это же так. А за вот это ты ответишь? За это ты ответишь? Ну и так, просто я понимаю, да, бывает, люди там сидят на зоне, там, крутятся, вертятся, пытаются заработать себе на хлеб, на чай. Ну, лишние слова тоже не стоит говорить. Что тебе стоит сказать сейчас? Да, братан, извини, бля, хотели наебать тебя, не получилось. Видимо, ты пацан нормальный, там, туды-на-туды, без обид не обижайся. Если ты признаешься, что ты виноват, и хотя бы извинишься за свои слова, вот эти блядские, ну, я тысяч десять смогу вам скинуть чисто на стол. Чисто от души. Ну, только если я пойму, что ты действительно понял, что ты не прав. Я же с первого звонка понял, что вы меня наебываете. Братуха, ты понимаешь, что мы тут сидим и выживаем? Чего, знаете ли, как есть, говорю? Нам больше нечего остается жить, понимаешь? Я понял, я просто жду от тебя искреннего признания, то, что извини, я хотел тебя обмануть, у меня не получилось. Прости за то, что я наговорил лишнего. Это будет как минимум правильным. Братуха, я слушаю. За свои речи я тебе извиняюсь. Чисто сердечное извинение я тебе, Аллахом тебе клянусь. Тут нет такого блядства, гадства. Я тебе, как оно есть, ты меня сейчас поймешь. Мы тут находимся, катаемся рук. Нам еще 15 лет надо отпахать, понимаешь ли я? За хорошее поведение, иншалла, дай бог, быстрее отсюда выйдем. Ты находишься под золотой волей, находишься. Всевышним Аллахом. Ты молодой, ты постараешься, вот эти все движения, ты понимаешь этого. Я все понимаю, но это же ты не позволяет... За громкие слова я извиняюсь. Это же не позволяет тебе затрагивать там чью-то честь, родители и так далее. Это как минимум блядство называется с твоей стороны, согласись. Ты на эмоции просто реально вытянул. Я извиняюсь за твои, за вот эти моменты. Ну а ты точно на зоне сидишь? Я тебе за свои слова гарантирую. В Новосибирск двойка сидим, катай, можно уточнить. А почему на зоне машины ездят, я не пойму? В смысле машина едет? И что, братух, нет машины никакой. Ты признаешь, что ты не прав, и то, что все, что ты наговорил, это неправильно. Я с тобой согласен. Просто на меру был, на эмоции еще. Я тебя услышал. Тебе антимошенник, знаешь, такой на ютубе есть пацан? Какой это антимошенник на ютубе? Ну, у него всякие видюхи про таких, как вы. Тебе ссылку скинуть, вот сегодня вот это видео будет там. Как ты извиняешься, как сука последняя. Когда ты почуял, что ты можешь получить денежку, ты себя готов в жопу выебать и извинения принести. Ты сказал, бля будешь, ты скинешь на чайный, на кофе скинешься. Кому я это сказал? Бляди? Ты же, блядь, по жизни. Вот видишь, ты даже сейчас с ними не меняешься. Ты как бы укончен, но так и остался. Ты, блядь, балабов. Нет, ты реально балабов, блядь. Кто ты, блядь, сука, ебаная, блядь. Я не балабов, в отличие от тебя, я человек. Пошел ты нахуй. Тебе видео скинуть? Слушай, за свои речи я тебе извиняюсь. Чисто. Чё, дурачок, тебе ссылочку скинуть своим участием? Я, наверное, сегодня или завтра сделал, увидел с тобой. Как его назвать? Как ты там представился? Баха? Так, можно назвать Баха-балабол, либо Баха-попрошайка. Даю тебе право выбрать. Ну, если есть какие-нибудь картинки, тоже накидай, я на обложку поставлю. У меня просто там обложки такие прикольные. Только у меня к тебе заранее просьба будет, после того, когда я твое видео в YouTube выложу, не надо мне звонить и умолять, чтобы я удалил его, ладно. Потому что ты же знаешь, я опять это буду записывать на видео, потом придется опять новый ролик монтировать. Мне уже что-то лень стало, у вас слишком много. Так что можешь мне больше не звонить, окей? Ну, или прямо сейчас позвони, поумоляй, чтобы я ничего не выкладывал. Если это будет искренне, может...